Здравствуйте, мы в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Одесса, Одесская область и Украина погрузилась в пучину карантинных мероприятий. На уровне Кабмина, городских властей, областных властей вводятся беспрецедентные меры по недопущению распространения опасного китайского заболевания коронавируса в нашем регионе. Мы сегодня говорим в этой студии о том, как на одесском уровне общественные деятели, власть намерены препятствовать вот этому пока еще полумифическому, но вполне реальному заболеванию проникнуть в наши жизни. Сергей Кивалов, почетный гражданин города Одессы, Одесской области, президент Национального университета Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета у нас в студии. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. 34-92-58, телефон прямого эфира, звоните, задавайте нашему гостю вопросы, мы постараемся не оставить вас без внимания. Итак, Сергей Васильевич, пандемия коронавируса пришла в Украину, сегодня эта проблема тревожит всех, нас, вас, одесситов, введены колоссальные ограничения в торговле, в транспорте, в общественной жизни, в образовании, непосредственным участником этого процесса являетесь и вы. Как вы считаете, вот все те меры, которые предпринимаются на уровне государства, города, области, они адекватны происходящему или все-таки перестраховываются чересчур? Я думаю, что они перестраховываются. Я думаю, что нам нужно сегодня направить все свои усилия на приобретение, в первую очередь, экспресс-тестов по выявлению этой болезни. Нам необходимо закупить оборудование, потому что сегодня в городе практически нет ни одного теста, который бы можно определить, болен человек или нет. И то, что касается экспресс-тестов на коронавирус, это номер один. Я вот вижу, общаюсь с многими врачами, с жителями нашего города, и вы знаете, если говорят, что вот планируют закупить две тысячи экспресс-тестов, то это, считайте, ничего. Конечно. Мы сегодня, только наши два университета, закупили уже десять тысяч экспресс-тестов, чтобы определиться, для того, чтобы люди, сотрудники университета, студенты имели возможность прийти и узнать, действительно ли он болен. А это еще психологически. Человек думает, а вдруг я болен? Он проверяет, он здоров. И нет никакой паники. Нам в городе нужно приобрести миллион таких тестов. Я подчеркиваю, миллион тестов, а не две-три тысячи. Если юридическая академия и международный университет закупили десять тысяч, понятно, что мы все, наверное, не используем. Будем оказывать реальную помощь, особенно тем людям, которые не будут иметь возможность приобрести эти тесты. У нас сегодня рассказывают, что в больнице где-то привозят из Киева больше тысячи гривен стоит один тест, экспресс-тест. Но это пенсионеры не смогут приобрести. И я вам хочу сказать, что на этом нельзя наживаться. Вот стоимость экспресс-теста мы закупили. Самый современный, самый последний, который использовался и в Италии, используется и в Китае. Триста шестнадцать гривен. Если будут покупать по пятьсот, по тысячу, то, значит, они половину будут откатывать. Я подчеркиваю, мы приобрели, мы смотрели, мы договаривались, что вот так и так. Несмотря ни на что, что сегодня уже доллар, мы знаем, какая цена доллара, поднялся почти на двадцать процентов. И сегодня такая ситуация сложилась в нашем городе. Больше того, мы приобрели аппарат искусственной вентиляции легких. Четыре аппарата. Ну вот мне говорят по статистике, в нашем городе сорок три таких аппарата. Так они, древние половины из них не работают. Купите триста, четыреста. На этом же деньги нельзя экономить. Город должен на этом, наверное, отложить какие-то другие программы. Закупить тесты, закупить аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны именно для этого. Купить все то, что необходимо сегодня. Но это небольшие, для города не такие большие деньги. Если мы приобрели 30 миллионов на тесты, так мы всех обеспечим. Каждый гражданин будет иметь возможность прийти и посмотреть. А что ж мы договариваемся, две тысячи тестов, и область что-то купит. Ну это вообще ничего. Но мы хотим организовать специальные пункты, где любой гражданин будет иметь возможность прийти и проверить себя. Вы понимаете, это настолько важно, чтобы человек четко знал. Вот мы сидим с вами, но вы наверняка тоже думаете, а вдруг кто-то зашел в студии, где с кем-то пообщался, ну помыл руки, обработал руки антисептиком или еще что-то, ну а вдруг это произошло. Так вы пойдете, проверите и будете уверены в завтрашнем дне. Семья ваша вся будет уверена в завтрашнем дне. А если не дай бог выявится, а у нас наверняка, просто я думаю, что просто статистику мы не знаем ее. Не то что не показываем, мы ее просто реально не знаем. Я не верю, что в Украине два смертных случая. Вот взять ту женщину с Житомира. Она поездила по всей Украине, она проехала половину Европы. Оказывается, она носитель этого вируса. Только человека разносила, да? И она дома была, на следующий день пошла в больницу, уже не в МАГАТУ была, что врачи ничего не могли сделать, на следующий день она умерла. Вы понимаете, что нам нужно в первую очередь остановить все. Вот сессия городского совета будет, так пожалуйста, на сессии нужно принимать решение. Выделить денежные средства, остановить все, что возможно. Не нужно ссылаться, что нужно тендер. Все с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня вступает в силу этот закон. Ни тендер, ничего. Покупаете аппараты искусственной вентиляции легких? Покупайте. Может быть, надо купить их полмиллиона. Купить для того, чтобы были. Они же останутся. Экспресс-тесты купить надо. Кислород купить. Потому что на миллионный город 40 аппаратов, а как будем делить? Тот, кто больше заплатит, или тот, кто помоложе, или тот, кто постарше. Люди будут разводить руками. Пока еще не поздно, это нужно все сделать. Надо оперативно. И я думаю, что вот в этой ситуации самое страшное, если кто-то будет еще наживаться на этом. Я же знаю, покупают оборудование какое-то медицинское еще. 50% отката. Ну, это просто жах. Мы теперь знаем, я специально озвучил стоимость экспресс-теста. Нужно контролировать городскую власть. Конечно. Чтобы не происходило такого, о чем вы говорите. В том числе и депутаты вашей фракции, депутаты вашей фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова на своем заседании, который предваряет сессию гурсовета, говорили о том, что в том числе они возьмут под контроль этот процесс. И не только возьмут под контроль, а и будут инициировать. Вы знаете, вот можно рассуждать и говорить, вот мы нужно сделать так и так. Мы показали, что вот мы сегодня имеем такую возможность. Мы вносим свой реальный вклад в борьбу с этим вирусом. Вот нашли материальную возможность, потому что наши пенсионеры не смогут это сделать. И кто будет их лечить, не дай бог что-то случится. Так вот, поэтому нужно все остановить для того, чтобы разрешить эту проблему. Я не думаю, что кто-то из депутатов городского совета не проголосует, если вынесут на рассмотрение сессии вопросы, связанные с закупкой оборудования. Это вопрос номер один. Поэтому вот то, что касается учебных заведений, вы говорили, да, остановлен учебный процесс. Мы остановили также учебный процесс. Но студенты должны учиться. Мы перешли, давно перешли на дистанционное обучение. Онлайн обучение. У нас не только сегодня. У нас это давно. Любой студент может зайти, выбрать какую-то определенную кафедру, специальность. И он будет иметь возможность дома готовиться. Мы задания им даем. Они отвечают. Вот особенно для четвертого курса, выпускного курса после бакалавра. Они сдают выпускной экзамен. Так мы как раз по этим дисциплинам, которые необходимо, мы дистанционно принимать будем у них экзамен. Вы думаете, что 3 апреля, как говорят, закончатся все эти мероприятия, которые сегодня имеются? Нет. Я думаю, что карантин будет продлен и не на один месяц. Потому что нам нужно все сделать для того, чтобы мы были готовы. Когда, не дай бог, это произойдет, когда массово начнутся заболевания, предприняли, слава богу, многие ограничили движение автобусов, транспорта, железнодорожного транспорта, авиационного транспорта. Но здесь теперь нужно. Наши одесситы, они же не сидят дома. Они выезжают во всех странах и отдыхают, и в командировки ездят, и посещают родных и близких. Невозможно. Невозможно. Они завезли. У нас наверняка есть носители этого вируса, и нам нужно выявить их. И чем быстрее мы это сделаем, тем, наверное, будет лучше в целом для нас. Важную, любопытную тему вы затронули. Как ваши университеты намерены обеспечить потребность студентов в образовании в этот сложный период? Я думаю, мы поговорим об этом после телефонного звонка. У нас в прямом эфире гости, наш телезритель. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Дело в том, я учитель-историк, короче. Я 40 лет работала. Сейчас нога болит у меня. И я вот смотрю, Одесса на карантине. Слава Богу, что она на карантине. Мы остановим эту заразу. Одессиды остановят. Но почему на сегодняшний день не закрыты наши базары? Их не надо совсем, может, для одессидов закрывать, но их надо хорошо помыться. Не грязные. Все базары и базарчики. Базарчики закрыть, мать. Спасибо. Обсудим эту тему сейчас дать. Кстати, дезинфекция на некоторых базарах проводится, в том числе на новом рынке, насколько мы знаем. Дезинфекция должна быть везде, и на рынках, и в магазинах. Но их нужно закрывать. Дело в том, что тот седьмой километр, я не говорю уже другие рынки, особенно там 60 тысяч только рабочих мест. И каждый день посещают более 200 тысяч граждан. Там нужно закрывать. И немедленно это делать. Я понимаю, что это бизнес, что это проблема, что это трагедия для тех, кто работает там. Мы не хотим, чтобы было еще хуже. Самое важное сейчас – это все-таки здоровье и жизнь. Многих одесситов, многих украинцев. И если мы не закроем, то это беда. Ну, мы закрыли рестораны, закрыли кафе, закрыли детские садики, закрыли школы. А на рынке-то сколько людей? Одновременно там почти 250 тысяч. Но если не предпринять шаги, закрыть временно, то подождите. Как мы можем сегодня бороться, когда все рынки открыты. Я все понимаю. Я все… Ну, бизнес – это самое важное, и это рабочие места. Но если сравнить, ставить на чашу весов жизнь, здоровье и бизнес, то я думаю, что любой выберет жизнь и здоровье. Не нужно упрощать. Беда очень серьезная. И каждый на своем месте должен сделать что-то. Вот мэр издал распоряжение. Да, многие говорят, что он превысил свои полномочия. Закрыть рестораны, закрыть кафе, закрыть высшие учебные заведения. Да, мэр не может давать указания высшим учебным заведениям или ресторанам частной базы. Он может только просить. Так надо, наверное, все-таки, если честно, то прислушаться. Если есть постановление правительства. Мы сегодня получаем, наверное, десятки разных приказов по линии высшей школы, что необходимо закрыть, дистанционное обучение и так далее. Но мы сами одесситы должны. У нас же самый крупный рынок в Европе. Не в Одессе, не в Украине, а в Европе. Да, это трагедия для бизнеса. Но другого варианта нет. И я считаю, что это необходимо. Оставить продовольственные магазины. Продовольственные магазины. И то нужно усилить доставку продуктов. А люди пенсионного возраста, люди, которые не будут иметь возможность выйти даже. Но есть опыт уже и Китая, опыт и европейских государств, Италии, что надо усилить эту службу, социальную службу. Волонтеров нужно набирать. Вот мы заговорили о волонтерах. Нужно быть готовыми к более серьезному. Вот у нас медицинский институт в Международном гуманитарном университете. Есть медицинский университет государственный, есть наш университет. Мы готовы сегодня, ну, в качестве волонтерства, тысячу студентов 3-го, 4-го, 5-го, 6-го курсов направить, если это необходимо, в какую-то клинику. Чтобы они помогали, чтобы они были медсестрами, медбратами, санитарами были. Ну как? Это для них опыт, в конце концов. Для них это опыт, да. Но мы готовы. Дело в том, что у нас почти 5 тысяч студентов в государственном университете. Да, их колотит там, да, у них есть проблемы там с обучением, но есть сотрудники, есть старшие курсы, есть те, которые одесситы, я думаю, что они согласятся. К этому нужен штаб конкретно, чтобы он реализовал то, что необходимо, задания давать. Вот кто имеет возможность, допустим, собрали бизнесменов, купите аппараты искусственной вентиляции легких. Но это дорогие аппараты. Один аппарат стоит больше, чем полмиллиона гривен. Если их каждый купит по одному, а у нас там 500-600 разных предприятий, которые в состоянии это сделать. Если мы купили 4, для общего пользования, в случае необходимости, мы можем их представить, а потом, ну они на балансе стоят. Потом тестирование. Я уже несколько раз говорил, еще раз говорю, если город все не купит, каждое предприятие пусть купит. Организации, учреждения, рестораны, мелкий, средний бизнес. Ну, нужно хоть что-то. Каждый купит по 100, по 200, по 1000 тестов, и это будет помощь. А может быть, мне один раз придется тестироваться. Прошло определенное время, через недели-две, может, с кем-то контактировал, может, еще раз нужно провериться. То есть, должен быть организован штаб, и штаб должен разработать программу по ликвидации этой беды, которая настигла, в том числе, и Украину. Вы только что усомнились, так мягко усомнились в том, что 3 апреля будут сняты карантинные мероприятия, а вузы, Одесская юридическая академия, Международный гуманитарный университет, сейчас по факту не работают, работают дистанционно, как вы сказали. Как вы поступили с коллективом? Коллектив был готов к таким шоковым мероприятиям? И как вы намерены выходить из этой ситуации в ближайшем будущем? Ну, первое, что мы не можем оставить их без заработной платы. Мы приняли решение на заседание ученого совета, что заработную плату будем выплачивать всем сотрудникам и преподавателям. Те сотрудники, которые даже не будут приходить в сам университет, они будут работать на дому и будут получать заработную плату. Лаборанты, мастера производственного обучения, преподаватели, заведующие кафедры и так далее, они будут дома находиться. Самое важное, все равно идет процесс, кто-то должен поддерживать. Есть сторожа, есть лаборанты, есть по одному-два человека, мы оставили в коллективе. Мы сегодня закупили почти 500 литров антисептика. То есть на входе ты должен обработать руки, вытереть подошву, обуви. Закупили бесконтактный измеритель температуры. Мы их закупили 20 штук. На входе каждый вахтер будет иметь возможность проверить температуру, кто заходит. Это нормально. Надо нам быть готовым к этому. Одно дело рассказывать, как нужно. А второе дело, нужно реально внести свой вклад в борьбу с этим вирусом, который у нас сегодня, к сожалению, есть. Терпеть готовы и ждать завершения этой ситуации. Вы также готовы? 34 92 58, напоминаю, телефон прямого эфира. Звоните. Мне сообщают сейчас, что у нас очередной телезритель интересуется нашим разговором. Здравствуйте, мы вас слушаем. Меня вопрос интересует ситуация с этими 11 человеками. Что там происходит? Выявили ли у них коронавирус или нет? 11 человек, они прошли экспресс-тест, не подтвердилось. И теперь они отправили на более углубленный анализ. И там будет до конца недели уже четко определено. Сергей Васильевич, несмотря на всевозможные сложности, которые нам преподносит судьба, ведется строительство, активно ведется строительство, мы сами сегодня это видели, важнейшего социального объекта в городе, которых действительно очень не хватает в нашем городе. Это огромная школа. Курируете это строительство вы. Сегодня буквально было проведено расширенное совещание с руководством городского управления образования, депутатами и духовенством. На каком этапе школа? И когда она, наконец, будет открыта? Вот мы уже шестой год строим эту школу. Практически все общестроительные работы выполнены. Вы знаете, мы сегодня собрали такое расширенное заседание фракции Украинской морской партии, где практически все депутаты были. Пригласили Елену Буневич, начальника управления городского образования. Пригласили, ну, кто захотел, еще представители духовенства были, матушка Серафима. И мы прошли и посмотрели. Начали с храма. Нижний храм у нас готов. Но мы его не открывали еще. Полностью роспись завершена. Все работы выполнены. То, что касается школы, с четвертого этажа уже выставили и двери, и уже все сделано. Есть определенные сложности. Сегодня закупали мы, мы же закупаем и материалы все качественные. Европейские. Слава Богу, что успели вот приобрести и краски, и все. Сейчас занимаемся этим. Я уверен, что мы к первому сентября завершим. Мы отдельно рассматриваем вопрос школы, самой школы. Она рассчитана на 1100 человек в одну смену. Рядом, через переход, это спортивный комплекс еще. Спортивно-оздоровительный и духовный центр будет. Там находится у нас спортивный зал, 17 метров высота потолков. Мы использовали в этом зале тепловые такие батареи. Через эти батареи сверху вниз будет осуществляться подача тепла. То есть это самая последняя технология европейская, которую мы применили на школе. Вот такая панель, их несколько, они вмонтированы в потолок. Будут лучами греть полностью весь спортивный зал. Он абсолютно безвредный, используется во всех олимпийских стадионах и спортивных залах, где проходятся международные европейские соревнования. Вот мы использовали именно такую технологию. Установили там трибуны. Ну и мы когда зашли, даже начальник управления образования было немножко в шоке, потому что, говорит, такого я нигде не видела. Это раз. Второе, мы завершили строительство, уже завершили, сделали отделку бассейна. Бассейн особый будет. Особые шесть дорожек. Но второй бассейн вынуждены были построить, потому что, оказывается, по тем стандартам, которые сегодня существуют, ученики первого, второго класса не имеют возможности, не имеют права, мы не имеем права, вернее, пускать их в большой бассейн. Они должны, у них должен отдельный бассейн. Вот мы сделали отдельный бассейн, второй, тоже такой, для первого, второго класса, для детишек пять, шесть, семь лет. Они будут в этом бассейне, а потом вырастут и будут в большом. Это все в одном помещении находится. Поэтому так мы думали, ну вот еще дополнительно строить еще один бассейн, но другого варианта нет. В школе первый, второй класс не будет заниматься и не будут ходить в бассейн, а все остальные будут в бассейне. Это неправильно, несправедливо. Я знаю, что, как школьники относятся к этому. Поэтому мы пошли вот еще на дополнительные расходы, потратили еще денежные средства на строительство именно бассейна. Затем мы делаем киноконцертный зал. То есть мы называем его актовый зал, но киноконцертный зал, это будет один из лучших на тысячу мест. И профессиональная сцена, и главный дизайнер именно этого концертного зала это Георгий Делиев. Он специалист, он сам несколько раз приходил, мы смотрели там, собирали совещание. Он тратит свое время именно на это. Он говорит, что нужно, вот и многое то, что он предлагал, мы реализовали, и реализуем, и выносим все это на бумагу, и будем строить настоящий киноконцертный зал. Ну и я очень благодарен всем, кто принимает участие в разработке этого проекта, киноконцертного зала, потому что такие люди неравнодушные, как Георгий Делиев, преподаватель нашего университета, Международного гуманитарного университета, и он мечтает, что будет там профессиональная сцена, а мы ее делаем, такую профессиональную сцену. Ну и не стыдно будет пригласить любых ведущих артистов, звезд, эстрады и так далее, и это будет хорошо. Кафе тоже самое. Одновременно могут там, ну почти 700 человек, 670 человек одновременно могут питаться. Мы используем самые современные, самые лучшие технологии. Вот я вам хочу сказать, мы сегодня смотрели, мы предусмотрели, чтобы эксплуатировать было комфортно, и чтобы можно было меньше платить за коммунальные услуги. Вот мы внедрили туда и установили, и сегодня уже работают тепловые насосы. Я смотрел, изучал этого огромные денежные средства, но все-таки согласились. 27 процентов, мы уже знаем, дает полностью тепло за счет тепловых насосов. 27, 25, 27. И мы зимой опробировали, этой зимой, потому что там строительные работы, отделка шла, им нужно было, чтобы там было тепло. Второе, мы на крыше школы установили тепловые коллектора, солнечные коллектора, которые будут подавать тепло. 105 коллекторов, это очень много. Самое большое тепловое поле в Украине я больше не знаю, чтобы все тепло, которое будет за счет идти солнца, оно использовалось в школе. А самое важное, самое такое затратное, это все-таки бассейн. В детском бассейне должна быть вода 29-30 градусов. Мы не можем поставить там 20 градусов. Это же дети. Поэтому самая затратная часть связана с бассейном. А у нас практически мы не будем использовать газ или какие-то другие источники тепла. Это очень важно, чтобы потом можно было эксплуатировать. Одно дело построить, но второе дело потом эксплуатировать. Мы провели энергетический аудит, и за 4-5 лет полностью окупается вся система. Вот это реально то, что мы сегодня внедрили. Я хотел бы, чтобы те, кто будет строить наверняка какие-то учреждения, школы, может кто-то построит, может кто-то какие-то больницы, будут социальные объекты, использовать только это. Я готов поделиться всем, что у нас есть. Я готов поделиться теми идеями, которые были воплощены при строительстве этой школы. Я каждый день практически нахожусь там. У меня сегодня есть чуть больше времени, я имею в виду студентов, сегодня практически нет. Я как главный прораб нахожусь именно там. Там будет духовный центр, там факультатив будет. После занятий тот, кто захочет изучать закон Божий, будут изучать и это церковь. Иоанна Богослова, первый этаж, и второй Сергия Радонежского. Это два храма, которые там, они позволят нам подготовить хороших будущих специалистов, которые будут, ну, наверное, иметь и хорошее знание, и духовно будут обогащены. Это сегодня очень важно. Можно воспитать хорошего специалиста, но он будет, знаете, как говорят, что он не будет чувствовать боль другого человека, он не будет замечать никого. Мы с детства должны обучать наших детей, вкладывать в них эту доброту. А религия, она всегда помогает укреплять семью и государство. Вот таких детей мы будем готовить впервые. Классы отдельно у нас будут для труда. 12 кружков мы планируем. И шахматная школа будет. Те, кто будут иметь склонность к изучению языков, они будут реализованы. Творчество, хореография. Все предусмотрено будет. Ребенок заходит в полдевятого, в восемь тридцать в школу и выходит в восемнадцать часов. Дети могут, родители могут не беспокоиться за своих детей. Вот так мы хотим. Учебный процесс мы уже набираем преподавателей. Я обращаюсь ко всем одесситам, особенно к преподавателям, которые захотят принять участие в конкурсе на замещение должностей. И преподаватель начальной школы, и преподаватель физики, химии, и преподавателей иностранных языков. Мы договорились с лондонской школой, чтобы носители языка, преподаватели приехали сюда. Мы их будем здесь размещать. Они будут учить наших детей. Начало процесса должно быть именно такое. Я думаю, что это будет лучшая школа. Мы планируем, что там начальная заработная плата для преподавателей будет около 20 тысяч. Поэтому мы сможем взять самых лучших преподавателей, раз они будут заниматься детьми. Это очень трудный, это очень тяжелый труд учителя. Поэтому мы планируем найти возможность, чтобы оплатить. Давайте не забывать о том, что наши телезрители тоже интересуются нашей беседой. 34-92-58, телефон прямого эфира. Вы в прямом эфире задавайте свой вопрос нашему гостю. Добрый вечер. Сергей Васильевич, у меня такой вопрос. Мне 79 лет водит. Я мать героиня. Мы когда жили в коммуне, мы порошков не были, ничего, мы мыли туалет с керосином. И вот у меня дочка заболела стафилококком. Я попала в больницу. И какой был вопрос? Там умер в инфекционной больнице. В 71-м году я лежала с детьми. Умер ребенок, мужчина 85 лет от кори. Ну и моей дочке сделали прививку. КДС, в садик надо было оформлять, ясли. И дитя моё высадили палочку еще. Я попала в больницу. Дитя горит и все, горит и все. Я могу, говорю, принеси керосин. Но мне принесла санитарка на третий день. Я дала капельку питания. Это коль как вышло и все. Почему у нас вот этот самый... Даже это инфекционная болезнь стафилококк. Почему у нас не принесла в магазинах и все. Проблема в сфере здравоохранения, я так понимаю. Наши телезрители сюда беспокоят. Спасибо. Оставьте свой телефон, если можно. Я чувствую вашу боль. Вы знаете, она действительно проблема, особенно то, что касается здравоохранения. Я вот смотрю, что сегодня, к великому сожалению, в Одессе продолжают реформу, которая была начата еще несколько лет назад. И начинают закрывать больницы. Начинают закрывать... Вот у нас в Одессе сейчас хотят закрыть туберкулезную больницу. Это просто преступление. Сегодня мы говорим, что надвинулся коронавирус. И то, что касается борьбы с ним, то мы, инфекционные все больницы, пытаемся туберкулезную... Почему не переоборудовать? Кому-то территория понравилась, кому-то здание, наверное, понравилось. Надо остановить. Немедленно, ни в коем случае, ни одну больницу не закрывать. Мы должны их строить сегодня, больницы. Больницы нужно строить. И для того, чтобы не было такого печального случая, как нам сейчас позвонили и сказали, что пришли в больницу, стафилококк, заразили, должен нести персональную ответственность тот врач, который допустил это. Ну, у нас, видите как, у нас, к великому сожалению, вот эта реформа, которую мы провели, вместо половины больниц хотят закрывать. К великому сожалению. Я думал, что при новой власти все-таки остановится эта реформа. Но я вижу, что она не останавливается и усугубляется. И мы сегодня, если в городе это не так еще заметно, то сельская местность – это просто катастрофа. Да и в городе, смотрите, как можно закрыть сегодня туберкулезную больницу? Как можно закрыть научно-исследовательские институты, которые занимаются вирусологией? Вот у нас в Одессе есть такой институт, которых в Европе было всего три. Во Франции, в Германии и в Украине, в Одессе. Раньше это в Советском Союзе было. Это институт, которым существует 160 лет. Сегодня осталось директор и заместитель директора, еще один сотрудник. Понравилось, видимо, здание, понравилось учреждение, земля. И они хотят сегодня закрыть. Да нельзя допустить это. Я думаю, что здесь и городские депутаты городского совета должны, ну, наверное, сказать свое слово, не позволить, чтобы выделить землю на строительство каких-то жилых домов и так далее и тому подобное. Вот мы должны, каждый на своем месте, должен сделать все для того, чтобы это не проходило. Мы, беда в целом в стране, беда в Одессе, если мы не будем решать те вопросы, которые сегодня необходимо разрешить. Каждый на своем месте, вот если каждый на своем месте будет делать и внесет свою лепту в развитие, допустим, города, в озеленение, в строительство, в образование, ну, наверное, это будет хорошо. Мы не должны быть равнодушны. Вот, ну, кто поможет вот этой женщине, которой 79 лет? Вы думаете, что она получит экспресс-тест, если мы не сделаем, если мы закупили вот эти 10 тысяч тестов? Ну, я думаю, что большая часть пойдет из них на тех людей, которые не имеют возможности купить их. Колюш, мы заговорили о социальных проблемах в стране. Сергей Васильевич, вы всегда занимались социальным вопросом, в том числе уровнем зарплат, пенсии. И при предыдущей власти вы добивались, будучи в оппозиции, справедливых начислений людям, которые долгие годы проработали. И сейчас также вы этими вопросами занимаетесь. Вот появились некоторые данные о прогнозируемом росте зарплат, пенсии, стипендий и прожиточного минимума. Вот одна простая цифра. Например, зарплаты учителей в Украине обещают, что вырастут на 9% в 2020 году. Вас удовлетворяет та статистика, которую представляют сейчас представители новой власти? И отвечает ли она потребностям простых людей, которые все-таки желают больше? Ну, в отношении учителей мы уже с вами говорили, это заработная плата 6-7 тысяч учитель и на 9% добавят. Это ничего, считайте. Ведь обещания были такие, что преподаватель, учитель в школе будет получать тысячу долларов или полторы тысячи долларов. Дай бог, чтобы они получали хотя бы 500 долларов. И то, что сегодня учитель и то, что у нас это не престижно, потому что в первую очередь это связано с тем, что государство так относится к этой профессии. А я считаю, что это самая важная профессия, потому что мы отдаем своих детей, и дети, они их воспитывают, какими воспитают, такими они будут. Такое у нас и общество. И заработная плата учителя должна быть хотя бы на 100% больше. Хотя бы. Но я понимаю, что это сегодня нереально, но не 9%. Я вам хочу сказать, заработная плата преподавателя, доцента, профессора, она нищенская. Она сегодня профессор, доктор наук, там, с 30-летним стажем, он получает 14-15 тысяч гривен. Продавец в магазине больше получает, чем профессор, чем учитель. Но вы понимаете, дисбаланс какой. Мы все время говорили, и подчеркивал я, и мои коллеги говорили, которые в оппозиции, что не может человек прожить на полторы-две тысячи гривен в месяц. Пенсионер. Сегодня мы говорили, давайте хотя бы уравняем минимальную заработную плату с минимальной пенсией. Но 5,5-6 тысяч еще как-то можно перебиться. Я понимаю, что это тоже очень мало. Но получать сегодня 2 тысячи гривен, и нужно оплатить коммунальные услуги, и нужно пойти в магазин и купить элементарные продукты, невозможно это сделать. А еще пойти в аптеку. И кто им сегодня поможет? Обещали, говорили. И мы говорили с программой, что нужно уравнять. Ведь, посмотрите, мы посмотрели опыт даже не таких уже развитых стран. Давай возьмите наших соседей Турции. У них минимальная пенсия, пенсия и средняя пенсия в 2 раза выше, чем минимальная заработная плата. Вы понимаете в чем? А у нас прожиточный минимум, он составляет там 2,200. Так он еще, пенсия еще меньше. Ну как, как можно свести концы с концами? Нужно активно, я думаю, что и депутаты, которые избраны от города Одессы, от Одесской области, ну нужно заниматься этим, нужно дисбаланс в заработной плате. Ну судья, при всем уважении к судьям Верховного Суда, ну судья получает там 400 тысяч, а пенсионер 2 тысячи или полторы тысячи. Вы понимаете, какой? Прокурор 100 тысяч получает, 90, а пенсионер, а минимальная заработная плата 5. Нельзя допустить именно такой. Пенсии, такие какие-то, космические пенсии. Тот получает пенсию, там, социальную пенсию почти чуть больше тысячи, тот получает 30-40 тысяч пенсии. Вот нарушен баланс оплаты труда. И мы говорим, квалификационная сетка, вот с тем правительством боролись и говорили, и предлагали конкретно, не хотят делать. Не хотят, пока люди не поднимутся и сами себе не насчитают пенсию. Но это чревато будет последствиями, серьезными последствиями. К сожалению, к великому. Последний на сегодня телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, хотела бы спросить. Вот сегодня тема передачи «Одесса на карантине». Хотелось бы уточнить, почему, если наш президент сделал заявление о том, чтобы все массовые заведения развлекательные были закрыты, почему седьмой километр, где собираются ежедневно тысячи и более людей, остается в том же режиме работы и без всяких проблем? Спасибо, да. Но мы, в принципе, говорили, в начале нашей программы мы обсуждали этот вопрос. Конечно, седьмой километр, не дай бог, это может быть рассадником вот этого коронавируса. И потому что там одновременно, я подчеркиваю, находится почти 250 тысяч. Не десятки тысяч, а одновременно почти находится, ну, 200 тысяч. Вы понимаете, там только 60 тысяч рабочих мест. Вот продавцы стоят и реализовывают свой товар. И приходят, я считаю, что это недопустимо. Ресторан закрывает, кафе закрывает, а рынок работает. Но это неисполнение, здесь должен быть предпринят заработать принудительный аппарат государству. Потому что есть постановление правительства, есть соответствующее решение, есть указы президента, если их нужно выполнять. Вот это исполнение решений такое. Я считаю, что это недопустимо. Если принимаются законы, если принимаются постановления правительства, если принимаются указы президента, их нужно выполнять. А если мы не будем выполнять, то мы ничего не добьемся. Затем издают. Для ресторана, который там насчитывает 5-6 человек или 10 человек, это действует, они закрыли. А для рынка оно не действует. Ну, послушайте, это никуда не годится. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что здесь есть правоохранительные органы, которые должны исполнить это решение, исполнять нужное решение. Если не исполняется, то есть принудительный аппарат, есть меры воздействия. Спасибо, Сергей Васильевич, за то, что пришли и помогли нам разобраться, в том числе, в этих сложных темах, которые сейчас на повестке дня и не сходят с уст каждого, буквально каждого одессита, каждого гражданина страны. А мы, в свою очередь, будем следить за вашей деятельностью. Сейчас у вас активно ведется строительство, и мы регулярно следим за этим процессом. Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо вам. Оставайтесь с репортером. Увидимся в этой студии совсем скоро. Счастливо. Спасибо.